Спасательная операция по тушению пожаров в подвале жилого дома с полным погружением. В дымокамере журналисты на своем опыте прочувствовали работу спасателей. Включившись в аппараты на сжатом воздухе, чтобы провести разведку в задымленном помещении, обнаружить очаги возгорания и потушить их, выведя свою команду в полном составе на свежий воздух. На самом деле очень тяжелый костюм, еле дышу. Как будет в задымленном помещении, не знаю. Если потеряю сознание, я на медике отработаю сегодня свой день на славу. Более полусотни журналистов со всей республики соревновались, кто быстрее выполнит норматив, получив команду на выезд. Скидку можно сделать на то, что представители прессы находятся только в роли спасателя. Они в этой профессии новички. Но стремление, а главное желание быть не хуже, чем настоящие бойцы МЧС, творят чудеса. Если бы мне сейчас сказали вынести человека из пожара, я бы, конечно, очень бы хотела помочь, но у меня бы не получилось бы, скорее всего. Сложно идти. Мне сказали полная экипировка, весит около 10 килограммов. По словам самих работников службы спасения, которые на каждом шагу страховали неопытных бойцов информационного фронта, отваги и бесстрашия журналистам не занимать. Ради красивого кадра и для остроты сюжета, каждый из них готов на самые экстремальные эксперименты. Например, на автокаленчатом подъемнике взобраться на высоту 14-этажного дома. И это только вершина айсберга. В процессе выяснилось, что адреналин в профессии спасателя сродни адреналину, который получают корреспонденты, проводя прямые эфиры и включение смес событий. А потому неожиданным для сотрудников МЧС стала огромная популярность среди журналистов площадки с альпинистским оборудованием, которая используется при спасении людей на высоте. Это такой драйв, адреналин просто у меня все внутри дрожит. Это вообще очень круто. На самом деле, эта работа очень сложная. И не каждому, наверное, по силам. Но я преодолела свой страх благодаря вот этому мероприятию классному. Спуск с пятого этажа учебной башни каждый опробовал на себе, причем некоторые по нескольку раз. После чего многие решились самостоятельно спуститься по стене. Не обошлось и без наглядного демонстрирования особенностей работы при деблокировке пострадавших в ДТП и работе с гидравлическим инструментом. Здесь участники не только увидели своими глазами, как происходит процесс разрезания элементов машины, но и ощутили на себе сам момент, когда автомобиль вылетает в кювет. Это, на самом деле, очень интересно для нас, для того, чтобы мы могли рассказать дальше в своей работе, о работе МЧС, донести до людей. Ну и, собственно говоря, и самим набраться впечатлений, потому что увидеть работу изнутри – это всегда очень интересно. Знакомство с профессией спасателей будет неполным, если нет возможности представить себя в роли ликвидатора пожара, пусть и условного. Поэтому такой этап также входил в программу семинара. Писать про профессию спасателя – это гораздо легче, как оказалось, как немножечко, хотя бы попробовать себя в роли этого специалиста уникального, потому что спектр вопросов, которые решают сотрудники МЧС, он просто колоссальный. И это очень нелегкий труд. Второй день – это награждение. Телеканал «Гродно плюс» снова в призерах. В республиканском конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси и основ безопасности жизнедеятельности мы заняли третье место в номинации за оперативность и объективность. Всегда хочется сказать очень много, поблагодарить каждого корреспондента нашей страны, неважно каких средств массовой информации, за то, какую работу вы делаете. Ведь вы – прямая связь нас, белорусских спасателей, с нашими гражданами, ради кого на самом деле спасатели и работают. Среди победителей и наши коллеги редакции газеты «Перспектива» и «Гродненская правда», с чем мы их и поздравляем. Ольга Пранкевич, Сергей Мазайло, Василий Мальцев. Новости «Гродно плюс». Новости «Гродно плюс». Новости «Гродно плюс». Новости «Гродно плюс». Новости «Гродно плюс».